Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok В первом году успели провести четыре игры. Все они закончились уверенными победами. Сначала в сибирском турне волжане переиграли Университет Югра и Новосибирск, а затем в спаренных домашних играх спокойно преодолели сопротивление соперников из Южно-Сахалинска и Иркутска. Подробности матчей на паркете МТЛ-арены расскажем в следующем материале. 2020 год для баскетболистов Самары закончился неудачно. Команда хоть и успешно выступала в Суперлиге, но в другом турнире, Кубке России, проиграла в полуфинале и не смогла повторить прошлогодний успех. Новогодняя пауза волжанам пошла на пользу. После праздников самарцы одержали две уверенные победы в Сибири и вернулись домой, чтобы провести два поединка. Первый против Восток-65, которые наоборот в финал Кубка России выйти смогли. Игра на два фронта несколько ослабила гостей, а потому с самого начала встречи баскетболисты Самары уверенно взяли ход поединка в свои руки. К большому перерыву отрыв был почти 20 очков. Самара опытный соперник, они не дали нам вернуться в игру. Будем работать, будем сразу с первых минут начинать и доказывать, что мы можем биться с любыми командами. Во второй половине матча гости немного смогли сократить разницу в счете, но большего сделать не получилось. Самарцы успешно отвечали на все атаки сахалинцев и спокойно удерживали комфортное преимущество. Мы выглядели хорошо в этой игре, забили очень много с периметра, начинаем хорошо, держим где-то, стараемся держать концентрацию и тем самым помогаем всей скамейке играть, практически всех игроков заигрывать и результат есть результат. Исход матча был ясен задолго до финального свистка. Четвертая четверть стала формальностью, которая определила только финальный счет. Итог. Уверенная победа Самары 93-62. Второй домашний матч баскетболисты Самары проводили против гостей из Иркутска. Команда Иркут явный аутсайдер Суперлиги. Они до сих пор не выиграли ни одной игры, тогда как в активе Волжан, наоборот, всего одно поражение в 15 матчах. Однако, несмотря на такую разницу в турнирном положении, иркутяне не смутились, смело начали матч и вели в счете. Но к середине первой четверти самарцы собрались и завладели преимуществом. Все равно некоторые моменты не удалось, конечно, выполнить на 100%, но лишний повод задуматься над тем, чтобы поработать, быть более сконцентрированными, быть более агрессивными и так далее. Но мы выиграли и смотрим дальше, идем дальше, вперед только за победами. Вторую четверть хозяева начали с 12 очков подряд, а сибиряки почти 5 минут вообще не могли набрать ни одного. Разница в счете росла с каждой минутой. Не изменила ситуация и в третьей десяти минутке. Преимущество Самары достигло почти 30 очков. Но гости такому положению дел не расстроились. Команда находится только в начале пути и работает на перспективу, давая шанс молодым игрокам. Мы стараемся свои решения находить. Сегодня это местами получалось, за что я парням благодарен. То есть для нас очень важно слово «перенос». То есть когда то, что мы тренируем, отражается на площадке в игре. Поэтому для нас с этой точки зрения сегодня было достаточно большое количество позитивных моментов. Перед заключительной четвертью в итоговом результате сомневаться уже не приходилось. А потому команды расслабились и просто показали болельщикам зрелищную игру. Четвертый игровой отрезок стал самым результативным в матче. На двоих соперники забросили более 50 очков, забивая на любой вкус. Финальная сирена зафиксировала на табло уверенную победу Самары 85-62. Этот успех стал для волжан Суперлиги седьмым подряд. И они возглавили турнирную таблицу. В Самаре стартовал турнир «Золотая шайба-2021». Чемпионы и призеры будут известны в конце января. Победители сразятся за медали областного этапа. Кому повезет, тот поедет на всероссийский финал. В Самарском турнире участвуют 14 команд по трем возрастным категориям. Кто стал первым в этом сезоне обладателем «Золотой шайбы» в Самаре, смотрите эксклюзивный репортаж. Дмитрий Десятов на тренерском мостике первый сезон. Его пригласили руководить командой «Меридиан» после ухода из жизни легендарного наставника Владимира Петровича Боровикова. Десятов – его ученик. Он не раз становился призером турнира «Золотая шайба». Теперь планирует завоевать медали уже как тренер с командой десятилетних хоккеистов. Мы ребятам рассказали, что такое «Меридиана», что такое команда «Меридиана», какие у них были награды, какие у них были заслуги. Как бы ребята все в курсе, что это будет за турнир, какая важность этого турнира. Вот, поэтому ребята настроены хорошо. В первой игре городского турнира «Золотая шайба» 2021 года встретились команды «Меридиан» и «Авиатор». Матч прошел в равной и интересной борьбе. Но фортуна оказалась на стороне «Меридиана». Хоккеисты со 116-го километра победили со счетом 4-0. Руководитель департамента спорта напомнил, что эти соревнования – кузница хоккейных звезд мирового масштаба. Например, самарец Семен Варламов из НХЛ тоже начинал с турнира «Золотая шайба». Я уверен, что те дети, которые показывают высокий класс на этом льду, все они могут стать настоящими профессионалами, достойными уровня «Овечкина» и иных мировых звезд хоккея. В этом году за «Золотую шайбу» в Самаре сражаются на льду 14 команд в трех возрастных категориях. Несомненными лидерами турнира считаются старожилы любительского детского хоккея – команды «Меридиан», «Сатурн» и «Чайка». Слова благодарности всем тренерам, всем руководителям, кто находит возможность сохранять команды, заниматься детьми, развивать детей, давать возможность детям заниматься любимым видом спорта. Отдельно хотелось бы отметить работу Самарской городской федерации хоккея. Новое руководство этой организации занимает очень активную позицию в развитии вида спорта на территории городского округа. Самарский этап «Золотой шайбы» продлится три недели. Матчи будут проходить на крытых катках – «Кристал», «Салют», «Орбита» и «Маяк». За это время юные хоккеисты сыграют 28 матчей. Впервые турнир пройдет по круговой системе, то есть в каждой возрастной группе команды сыграют друг с другом и выявят настоящего чемпиона. До этого года проходили отборочные соревнования после жеребьевки, а затем плей-офф. Но какая бы схема турнира не применялась организаторами, все равно «Золотая шайба» – это отличная спортивная арена отбора игроков для хоккейных школ Самары. У нас трое мальчишек вышли из «Золотой шайбы». То есть это команды «Авиатор» и «Чайка». То есть, соответственно, присутствует такая ступень развития, что мальчишки из дворовой команды играют в самой лучшей лиге «Положьи» – группу А среди воспитанников 2008 года. Соответственно, значение «Золотой шайбы» имеет очень большую роль в развитии хоккея в Самарской области. Родители юных хоккеистов тоже радеют за двухуровневую систему подготовки. Должен быть переход из любителей в профессионалы, когда будет ясно, что у мальчишек есть талант, а не просто желание играть в шайбу. И тот, и тот хоккей необходим. Любительский – это основа, это площадка, это фундамент, который нужен, чтобы раскрывать таланты. И после того, как уже заиграют в любительском хоккее, конечно, лучше переходить в профессиональный хоккей. Если не будет того же самого дворового, ну и любительского хоккея, то и многих звезд не будет. Тот же самый «Овечки» начинал с дворового хоккея, и где он сейчас? Первым обладателем золотых медалей турнира «Золотая шайба» в этом году стала команда «Меридиан» возрастной категории мальчишек до 12 лет. Талантливые хоккеисты учатся в 74-й школе на 116-м километре в Куйбышевском районе. Теперь они будут в феврале защищать честь Самары на областном этапе «Золотой шайбы». А турнир в городе продолжается. Борьбу ведут команды мальчишек до 10 и до 14 лет. Чемпионы и призеры соревнований получат заслуженные медали 28 и 29 января соответственно. Победители в этих возрастных категориях тоже примут участие в областном финале турнира «Золотая шайба». Юные дзюдоисты Самарской области разыграли путевки на первенство ПФО. Спортсмены показали свое мастерство борьбы на татами первенства области. В двух возрастных категориях до 13 и до 15 лет. Как прошли соревнования, расскажет наш корреспондент. У Киры Орешниковой еще вся спортивная карьера впереди. Перворазрядница подзюдо приехала на первенство Самарской области не просто побороться. Ее задача победить и в перспективе поехать на первенство страны. Для Киры никакие трудности не страшны. Она из любой ситуации выкручивается профессионально. Мне нравится бороться. Допустим, в рейтинге танца или гимнастику у меня не доставляет такого удовольствия, как дзюдо. Я когда побеждаю, я чувствую себя сильной. И мне это нравится. Самое лучшее. Это же приятное чувство. Подготовка к соревнованиям была сложной. Некоторые спортсмены приходили в спортзал пять дней в неделю, утром и вечером. Порой приходилось тренироваться без выходных. Тренеры уверены. Только потом и кровью достигаются уверенные победы. Да и дзюдо не терпит слабаков. В разных категориях таких явных лидеров, которых 100% нет, все равно ребята стараются, готовятся. Тем более в связи с общей обстановкой, так скажем, с этой болезнью, с коронавирусом. Кто-то лучше готовился, кто-то хуже. Поэтому на сегодня мы все узнаем. На первенстве Самарской области представлены все города и районные центры региона. На татаме вышли бороться более 200 спортсменов. В двух возрастных категориях. До 13 и до 15 лет. И у каждого свои цели и задачи на турнир. Мне это нужно, потому что в будущем я буду работать именно тренером. То это может пригодиться мне. Все будут там не знать, что такое. Конкуренция на турнире высокая. Финалисту придется пройти от 4 до 5 поединков. И каждый может оказаться последним. Здесь участвуют спортсмены, только имеющие 4-й кью и 3-й юношеский разряд. То есть это ребята подготовленные, которые готовы представлять Самарскую область на первенстве Привозского федерального округа. Будет олимпийская система на выбывание. Победители будут только лучшие, которые дойдут до финала. Основное это Самара. Сызрань хорошая команда. Тольятти ребята. С Чапаевска. С каждого города есть 1-2 представителя, которые могут побороться за высокое место на сегодняшних соревнованиях. Спортсмены начали проходить ситоотбора в сборную Самарской области еще на стадии мандатной комиссии. Нужно было иметь разрядный минимум. В связи с пандемией не все успели выполнить данные разряды, не все успели получить свои пояса, но мы, к сожалению, не можем нарушать регламенты и допускать тех, кто не соответствует правилам. Здесь будут достаточно зрелищные поединки проходить. Много будет поединков с дополнительным временем, с голденскором, потому что большинство участников подготовленные, уже опытные спортсмены, не первый раз, которые выступают не только на первенстве области, но и на федеральных и на общероссийских соревнованиях. Поэтому я думаю, что будет интересно всем. Не испортил настроение спортсменам даже COVID-19, хотя приходилось бороться без поддержки родителей. Родителей мы не пускаем. Мы должны соблюдать все равно все нормы, которые нам предписаны. Поэтому проводим соревнования без зрителей. Лучшие дзюдоисты Самарской области в середине марта пойдут бороться на первенство ПФО. Соревнования пройдут в Пензе. Самарские тренеры уверены, спортсмены вернутся домой с копилкой, набитой медалями разного достоинства. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи!